Главной спортивной арене Украины 95. Десятки тысяч зрителей наблюдали здесь футбольные баталии Евро-2012 и финала Лиги Чемпионов. Слушали голоса мировых звезд, оперы и рок-музыки. НСК Олимпийский сейчас вполне может конкурировать с лучшими зарубежными стадионами, но многие киевляне любят и помнят его другим. Об имениннике и его поклонниках Лина Зеленская. Праздник по случаю дня рождения главной спортивной арены страны начался в 9 утра с утренней тренировки на стадионе. Ранок, неделя, 9, 9 ранку. Трошки тяжковато, но все равно такие, трошки я бодерист. Мы сюда пришли, как я уже сказал, не с кульками, не с шампанским, просто отцветкувать банально. Мы пробегли, каждый сколько смог, минимум все сегодня пробегли 2 километра. Антон, самый младший участник праздничного забега, осилил 3 километра. Я сам футболист, и для меня это здорово. Еще и на таком прекрасном стадионе Олимпийский, это не так часто бывает. Мне нравится, я счастлив. 95 лет – целая эпоха. Эти трибуны видели олимпийских чемпионов, поп-звезд, оперных певцов и, конечно же, легенд мирового футбола. В одном из интервью Серхи Арама сказал, «Олимпийский в Киеве всегда будет ассоциироваться у меня с победой». Ведь именно здесь испанский клуб «Реал Мадрид» завоевал свой 13-й кубок Лиги чемпионов. Перед финалом Лиги чемпионов на Олимпийском сделали капитальный ремонт, увеличили количество мест для людей с особыми потребностями, усовершенствовали систему видеонаблюдения и установили оборудование для телемостов. Таковы требования УЕФА. И хотя арена теперь стала суперсовременной, многие киевляне с ностальгией вспоминают стадион времен Лобановского. Я был, когда-то были еще лавочки на этом стадионе, потом были бежевые такие сидения. И скамейки, и кресла теперь хранятся в музее спортивного комплекса. Вот таким образом выглядел бизнес-сектор НСК Олимпийский до последней реконструкции перед Евро-2012. Также в музее можно увидеть футболки с автографами звездных гостей Олимпийского, архивные фото, газетные вырезки о самых ярких событиях в истории арены, личные вещи украинских футболистов и даже макет футбольного поля. Небольшой секрет. Мы подогреваем поле. Есть специальные трубы, которые проложены под самой травой. И используется не вода, как жидкость для подогрева, айтилен, глюколь, который не замерзает при любых температурных условиях. Кстати, траву для газона привезли из Словакии 6 лет назад. И за последние годы это единственный стадион, который провел финал Лиги чемпионов на натуральном покрытии. К столетию спорткомплекса руководство Олимпийского планирует выпустить именную марку и монету, а также побороться за право принимать чемпионат мира по футболу. Лина Зеленская, Сергей Ведмить, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.